За 10 дней до начала учебного года приехали в гости фрейзеры. Все было заранее спланировано, дети ждали их, но Олег не был уверен, что желает видеть их, хотя он общался с родителями умершей супруги летом и почувствовал, что их отношения улучшились. В конце июня они сообщили ему, что в ноябре отправятся в круиз. Это была одна из тех вещей, за которые он молился, когда Господь напоминал ему о них. Он не знал, как все пройдет, когда они приедут и узнают, что он встречается с Софи. Поэтому он был рад, что Софи отсутствовала, когда приехали фрейзеры. «С днем рождения!» были первые слова Пэг к Тори, чей 11-й день рождения был отпразднован 2-го августа. Потом пожилая женщина протянула ей большую коробку. «Спасибо, бабушка!» – обрадовалась Тори, округляя глаза, и семья собралась вокруг нее в гостиной, чтобы посмотреть подарок. «Ты ходила за покупками, бабушка?» – прокомментировала Рита во время всей этой суеты. «Мне нравится твоя кофточка». «Спасибо, дорогая!» Она выглядела очень довольной, а Джим с перекошенным лицом прокомментировал Алику. «Никто никогда не предупреждает тебя об этом!» «О чем?» – с улыбкой спросил Алик. Его родственники со стороны супруги были в отличном настроении. «Туристическая путевка включает в себя все расходы на перелет, а также круиз, но никто никогда не предупреждает тебя, что твоя жена собирается обанкротить тебя, готовясь к этому!» «О, Джим упрекнула Пэг!» Но они оба улыбались. На самом деле, они выглядели прекрасно. «А где Софи?» – спросил Джим. «Она хотела, чтобы мы провели время с вами, поэтому рано пошла домой». «Ну, как-нибудь позвони ей, Алик». Это прозвучало от Пэг. «Мы хотим пригласить вас всех в Уфиджеральда завтра вечером». «Хорошо». Алик улыбнулся ей, не понимая, как ему удалось произнести эти слова без удивления. «Ух ты, бабушка!» – воскликнула Тори, доставая синее-белое полосатое кресло хиппи. «Они снова входят в моду, Тори», – объяснила Пэг. «И я выбрала в соответствии с твоей комнатой». «Мне нравится, бабушка, спасибо!» Маленькая девочка подошла, чтобы поцеловать бабушку и дедушку, прежде чем плюхнуться в свое новое кресло. Все расположились в гостиной, и Алик и дети принялись расспрашивать Фрейзеров о предстоящей поездке. Пэг и Джим были очень взволнованы и охотно рассказывали. К тому времени, как они закончили описывать свой маршрут, Алик сам был готов совершить круиз. Его мысли крутились вокруг этой идеи во время ужина и весь вечер. Пока он, наконец, не оказался один в своей спальне и не позвонил женщине своей мечты. «Привет!» Это все, что говорил Алик, когда Софи поднимала трубку, но ее сердце начинало биться чаще обычного. Ей, несомненно, нравился звук его низкого голоса на телефонной линии. «Как ты?» – спросила она, немного задыхаясь. «У меня все хорошо. Как ты сама?» «Я тоже хорошо. Фрейзеры приехали?» «Да, они очень взволнованы предстоящей поездкой, и я не видел, чтобы они выглядели так хорошо в течение многих лет. Я рада, Алик. Они хотят угостить нас ужином». «О!» Софи не поняла его. «Думаю, вы хорошо проведете время». «Я имею в виду всех нас. Пэг попросила меня пригласить тебя на завтрашний вечер». Наступила тишина. «Ты дразнишь меня, Алик?» «Нет, я был довольно удивлен, но она показалась мне достаточно искренней». «О, Алик, ей не нужно этого делать?» Голос Софи был несколько огорченным, но не за себя. «Я не хочу видеть, как ей больно. Думаю, будет лучше, если вы пойдете без меня». «Я понимаю, что ты пытаешься сделать, Софи, но не думаю, что Пэг согласится. Кажется, она действительно старается. Если ты отвергнешь эту оливковую ветвь, думаю, это действительно расстроит ее». «Хорошо», — сказала Софи. «Я буду рада пойти. Что надеть?» «Мы идем в ресторан у Фитджеральда. Я много раз обедал там в джинсах, но думаю, Джим и Пэг будут немного более нарядно одеты». «Понятно. Мне подойти?» «Нет, я заеду за тобой. Мы еще не обсудили время, но, вероятно, около шести». «Хорошо. Что ты собираешься делать завтра в оставшуюся часть дня?» «Я собираюсь помочь миссис Кент с ее садом». «Как ее лодыжка?» «Думаю, лучше, но она не сидит на месте. Я знаю, что мистер Кент переживает». «Дети и я молились прошлым вечером за всех вас». «Спасибо, Алек. Я сказала мистеру Парману, что у меня никогда не было возможности использовать то, что я узнала в воскресной группе об евангелизации, и теперь у меня есть два человека у моей двери». Алек тихо рассмеялся. Он бродил по комнате с беспроводным телефоном, но теперь он плюхнулся на кровать, закрыл глаза и просто представил ее в своей голове. Она босая, так как она всегда снимала туфли, как только приходила домой. И на ней очки для чтения. Он видел ее в них несколько раз, но они восхитительно смотрелись с ее огромными темными глазами. «Ты замолчал». «Да, я думал о тебе». «Хорошо, или у меня проблемы?» «Ужасные проблемы», – сказал он, подразнивая, чтобы скрыть эмоции. Софи на другом конце провода вздохнула, и какое-то время они просто молчали. «Я скучаю по тебе», – вдруг произнесла Софи. «Всякий раз, когда наш день не такой, как всегда. Я рада, что Фрейзер здесь, но мне не хватает тебя и детей». «Я знаю, что ты имеешь в виду, но я в худшем положении, потому что старее я становлюсь очень эгоистичным. Я хочу быть с тобой, и я часто испытываю соблазн сказать детям, чтобы они занялись другим чем-то». Софи улыбнулась. «Мы друзья, Алик?» – вдруг спросила она. «Да». «Мы когда-нибудь станем чем-то большим, чем друзьями?» «Думаю, так и будет, но я бы предпочел обсуждать это, когда мы будем вместе». «Я не смогу», – призналась Софи. «У меня не хватит мужества, если ты будешь смотреть на меня». Алик молчал всего несколько секунд. «Так что же ты хочешь узнать?» «Я не уверена». Снова молчание. Алик отчаянно хотел быть рядом с ней, а Софи с покрасневшим лицом, хоть она и была сама в комнате, хотела бы никогда не спрашивать его об этом. «Я была несправедлива, Алик. Мы не встречались много недель, и теперь я поставила тебя в затрудительное положение. Я прошу прощения». «Нет, Софи, нет. Я молчу не из-за того, что я расстроен, и мне не по себе. Я просто пытаюсь подобрать слова». «Софи, ты не ставишь меня в затрудительное положение. На самом деле у меня самые серьезные намерения в отношении тебя. Именно поэтому иногда я должен заставлять себя не торопиться». «Это правда, Алик? Ты заставляешь себя не торопиться?» «Софи понятия не имела об этом». «Да. Ты сказала, что не хочешь торопить события, и я думаю, что это мудро, но это не всегда легко». На какое-то время Софи потеряла дар речи. Она действительно верила, что было бы разумно двигаться с осторожностью, но при этом понятия не имела, что он чувствует. «Я думаю, что потерял тебя», – нежно сказал Алик. «Нет, просто я теперь тоже думаю. Я не могу броситься с поцелуями и тому подобное. Но я должна понимать свое положение. Почему мы встречаемся? Есть ли у нас будущее? Хотим ли мы этого или просто развлекаемся какое-то время? Я понятно сказала?» «Абсолютно. И я сожалею, что раньше не понимал этого». Софи услышала шорох, а затем Алик вернулся на линию. «Я держу книгу в руке. Книгу о браке. Я увидел рекламу в журнале и надеялся, что когда-нибудь мы сможем прочитать эту книгу вместе. На самом деле, я купил две в Бренджуп в Мэдисоне. Я тебя напугал, Софи?» «Нет». Голос Софи звучал придушенно от волнения. «Вот, позволь мне прочитать тебе, что написано на обложке». «Хорошо», – он прокашлялся. «Помолвленные пары, собирающиеся пожениться, или мужья и жены, которые были женаты годами, будут пользоваться этой книгой. Деляясь личным опытом, который глубоко трогает авторы честно, в юмористическом ключе рассказывает свою историю. «Библейские истины лежат в основе практических советов и надежных указаний для получения более глубокого знания о мужчине или женщине в вашей жизни» и так далее. «Я думаю, это звучит хорошо. Как ты думаешь?» «Я согласна». «Почему бы мне не привезти тебе одну из них завтра? Тогда мы оба прочтем первую главу и обсудим ее». «На самом деле, в конце книги есть руководство для обсуждения. Это похоже на план?» «Да». На сердце Софи было так легко, что ей хотелось танцевать. Она бы пошутила на этот счет, но Алик начал говорить с кем-то в комнате. Софи подумала, что это похоже Тори. «Я вернулся». «Какие-то проблемы?» «Нет, просто Тори хочет, чтобы я уложил ее в постель, поэтому мне лучше идти». «Хорошо. Увидимся завтра», – тихо сказал Алик. «Да, и не забудь». Он сказал, что не забудет, и через минуту они повесили трубки. Алик помолился о терпении. Временами ему так было тяжело. Но это ободряло его. Это стоило ожидания. Он покачал головой, не понимая, что происходит. «Надо думать, что когда женщина не хочет торопить события, она говорит обо всем. Она вполне серьезно настроена по отношению ко мне, или, по крайней мере, готова дать нам обоим шанс. Как это все запутано?» «Папа!» – раздался голос Тори в коридоре. Алик бросил беспроводной телефон на базу и направился к двери. И во мыслях царил хаос. «Я с трудом могу дождаться, чтобы сообщить Софи, в каком замешательстве я нахожусь». Софи поправила салфетку на коленях и попыталась успокоиться. Фрейзеры были по-настоящему добры, и Софи видела, что Пэк действительно старается, но почему-то продолжает ссылаться на Ванессу. В ее голосе не было раздражения, но Софи не знала, как отвечать. Единственное, что произошло в начале вечера, это то, что когда они входили в ресторан, Алик положил руку ей на спину. Кроме этого, ничего не было. Может, Пэк Фрейзер уже что-то подозревала и внимательно следила за ними. Если это правда, то рассказы о Ванессе должны были бы быть чем-то вроде предостережения. В какой-то степени Софи не могла винить женщину. Но, должно быть, трудно представить, что Алик мог найти кого-то, кто займет место ее дочери. По этой причине Софи старалась не слишком часто смотреть на Алика или активно участвовать в разговоре. Было приятно, что Фрейзеру пригласили ее, но она проводила с Райли все время, а бабушка с дедушкой приехали только на выходные. К концу вечера ситуация улучшилась, когда Джим рассказал о круизе, в который они собираются. Но, тем не менее, атмосфера была довольно напряженной. К тому времени, как они покинули ресторан, у Софи разболелась голова. Алик был за рулем, поэтому все сели в его машину. Софи сидела рядом с Ритой и Тори. По дороге в ресторан домой ехали в таком же расположении. К удивлению Софи, однако, Алик сначала поехал к себе домой, а потом небрежно объявил всем, что завезет Софи и вернется через некоторое время. Софи побоялась взглянуть на Пэк Фрейзер, но слегка улыбнулась, когда Рита подмигнула ей, покидая машину. «Почему бы тебе не пересесть ко мне на переднее сиденье?» – предложил Алик, когда все вышли из машины и направились к дому. Софи, немного переживая, пересела и пристегнулась. «У тебя все хорошо?» – спросил Алик, когда трянулся с места. «Да, у меня просто немного болит голова». «Из-за разговоров о Ванессе?» «На самом деле нет. Я никогда не была против слышать о твоей жене. Я хочу, чтобы миссис Фрейзер было комфортно со мной. Мне не нравится видеть ее боль, и я не хочу, чтобы кто-то видел во мне угрозу». «Я могу в это поверить?» – подумал Алик. «Ты одна из самых бескорыстных людей, которых я когда-либо знал, и я хочу прямо сейчас рассказать тебе все, что я чувствую в моем сердце». «А я показалась тебе угрозой, Алик?» «Нет», – ответил он сразу. «Ты была внимательным слушателем. Думаю, они могли заметить, как мы смотрим друг на друга. Несмотря на то, что это будет трудно, Пэк должна будет смириться с этим». «Тебе придется сложно, когда ты вернешься?» Они шли по подъездной дорожке Кэнтов, и Алик, взяв Софи за руку, провел ее к маленькому домику. «Я так не думаю. Я уверен, ты можешь сказать, что Пэк очень старается, и я думаю, что она продолжит это делать. Они останутся до утра понедельника, и впервые я не хочу, чтобы они уезжали». «Не беспокойся обо мне завтра», – попросила его Софи. «Я могу дойти до церкви пешком». «Хотел бы я пригласить тебя на обед, но…» Софи покачала головой. «Я с вами все время, а Фрейзеры здесь только на выходные. Так будет лучше». Они уже были в крошечной гостиной Софи, и Алик взял стул. Он взглянул на нее и решил промолчать. «Я с вами все время». Алик не мог выбросить ее слова из головы. «Довольна ли она тем, как все есть?» «Мне очень хочется, чтобы она проводила с нами больше времени. Но, возможно, она…» «Ты принес книгу, Алик?» Голос Софи прервал его размышления. «Нет, прости. Я планирую поговорить с моими родственниками о нас, но я не думаю, что им стоит видеть эту книгу без объяснений». Софи кивнула, но она была разочарована. «Я попытаюсь завтра выбраться и привезти ее тебе». «Хорошо». Разговор почему-то затих. У Софи все еще болела голова, но кроме этого она чувствовала, что сделала что-то неправильно. В глазах Алика сквозило разочарование. «Это из-за нее или из-за сложившейся ситуации?» Ей отчаянно хотелось озвучить эти вопросы, но она не считала, что должна задерживать его. «Миссис Фрейзер что-то говорила о пироге. Они, вероятно, ждут его к десерту». Сообразив это, Софи встала. «Я лучше отпущу тебя, Алик». «Он тоже неохотно встал. Я, наверное, увижу тебя в церкви». «Да». Алик посмотрел на нее. «Тебя что-то беспокоит, не так ли?» «Я думала, что с тобой что-то не так», ответила Софи. Алик вздохнул. «Если мы начнем это выяснять, я никогда не вернусь домой». «Это точно. Плохо, что у меня нет времени». Так и было, но Софи не знала, что сказать. «Увидимся позже», – попрощался Алик и вышел из дома. Он оглянулся на мгновение и увидел, что Софи смотрит на него. Он поднял руку, и она сделала то же самое. Отвергнув свою непоследовательность, Алик отвернулся. Он был в восторге от возможности встречаться с ней открыто и в то же время расстроен из-за нехватки времени. «Соберись, Алик», – предупредил он себя. «Сегодня у тебя было достаточно времени на то, чтобы поговорить со своими родственниками, так что ты мог бы и принести ей книгу. Ты не можешь ожидать, что Софи прочитает твои мысли. Ты должен быть с ней рядом и не оставлять ее». Алик ругал себя, пока не дошел до машины, а затем резко остановился. Быстро приняв решение, он вернулся обратно, сильно удивив Софи. «Что такое, Алик?» «Извини, что снова потревожил тебя, но я подумал, не поужинаешь ли ты со мной в пятницу?» «Ужин? Только мы вдвоем?» «Да, ничего особенного, просто много времени, чтобы поговорить». Софи вздохнула. «Я хотела бы этого, Алик. Я бы очень этого хотела». Это была намного более милая нота, на которой можно было закончить разговор. На сердце Софи было так тяжело, когда он ушел. Они провели так много времени вместе в последние недели, особенно выходные, и теперь, когда это прервалось, она чувствовала себя ужасно. Софи пыталась быть благодарной за то, что Алик и дети смогут провести время с Фрейзерами, но ей было одиноко. Ее квартирка была настолько маленькой, что на уборку требовалось очень мало времени, и она обнаружила, что бесцельно блуждает из комнаты в комнату. «Перестань мучить себя», – сказала Софи в пустоту с твоей спальни. «Ты решила спрятаться в панцире из-за того, что на какое-то время осталась одна? Ты стала беспомощной?» Софи не нравилось то, как она себя чувствует. Она не боялась быть ближе к Алику и детям, но недовольство короткой разлуки было неправильным. Если бы в доме хозяев горел свет, Софи постучала бы в заднюю дверь Кентов для вечернего визита. Но в их доме было темно. Софи проверила входную дверь и окна и отнесла Библию в спальню. Она читала, пока не устала и не заснула с включенным светом. Она проснулась рано, но очень обновленная, зная в своем сердце, кто она и какой Бог хочет видеть ее. Ее сердце наполняло такая же огромная радость из-за того, что это воскресенье. Ей нравилось находиться в Божьем доме с Божьим народом. Поскольку она встала рано, то отправилась на утреннее служение, где села с Глэдис, а затем встретилась с Брэдом в воскресной группе. Они не виделись уже несколько недель. Поскольку Брэд тоже посетил утреннее собрание, у них было достаточно времени поговорить, пока они шли на стоянку. «Как поживаете, Брэд?» «Просто замечательно. А вы как?» «У меня тоже все в порядке», — сказала ему Софи, и в ее глазах сверкнула дразнящая вспышка. «Я видела, как вы разговаривали с женщиной несколько недель назад, и она была в брюках». Брэд усмехнулся. «Я много думал о том, что вы сказали Софи, но я был слишком горд, чтобы признаться вам». Софи сжала руку Брэда, и ее лицо загорелось от удовольствия. «Вы встречаетесь с ней, Брэд? Встречаетесь?» «Да», — сказал он, тихо, слегка покраснев. «Вы действительно бросили мне вызов Софи. Я был уверен в том, что Бог хочет, чтобы я когда-нибудь женился, но я стоял на своем». «Я не помню, когда я это говорила», — нахмурилась Софи. «Нет, вы не говорили такого. Но вы спросили, не может ли быть такого, что я многое упускаю только из-за того, что моим единственным возражением против женщины является то, что она носит брюки. Я не могу перестать думать об этом». А потом познакомился с Кэти Энн. «Она замечательная». «И узнав ее ближе, я понял, что сужу слишком резко. Кэти Энн и, вероятно, большинство христианок не пытаются сделать какое-то заявление тем, что они в брюках. Они всего лишь часть нашей культуры. И если одеваться скромно, я думаю, это не злит Бога». К этому времени улыбка Софи расплылась уже до ушей. «Я слышал, вы тоже ходили на свидания», — сказал Бретт с такой же широкой улыбкой. «Да». Глаза Софи слегка затуманились. «Я встречаюсь с Аликом Райли». «Я не удивлен. В тот день его совсем не порадовало то, что он застал меня в вашей больничной палате». Софи моргнула. «В больничной палате?» «Да, когда у вас был аппендицит». «Но Бретт», — сказала Софи, как будто он говорил что-то странное. «Это было несколько месяцев назад». Бретт только усмехнулся. «Я в курсе». Софи была потрясена. Она посмотрела на Бреда, потом перевела взгляд на стоянку, не видя ее. Бретт только молча улыбался, глядя на нее. Софи не знала, как долго простояла в ступоре, но внезапно рядом появилась Гледис. «Софи, вас подвезти домой?» «О, Гледис. Да, конечно». «Бретт, извините, я просто...» «Все нормально», — перебил он ее. «Я вижу, что вы удивлены, и вам, вероятно, нужно подумать». «Спасибо, Бретт». Софи села в машину Гледис, и они уехали. Бретт еще несколько минут стоял неподвижно, надеясь и молясь, чтобы Али Крайли понял, какая особенная женщина оказалась на его пути. «Софи, у вас все хорошо?» «О, Гледис, да, я просто в мыслях». С легкой улыбкой Гледис замолчала. В эти дни, если английский Софи был настолько плох, она, должно быть, нуждалась в тишине. И действительно так и было. Слова Брэда так удивили ее, что она не знала, что думать. Если то, что сказал Брэд, было правдой, то Алик месяцами питал к ней интерес. Но Софи понятия не имела о его чувствах. Незапно она вспомнила телефонный разговор с бабушкой. «Думаю, он все еще любит свою первую жену?» «А чего же еще ты ожидала от него, Софи?» «Что ты имеешь в виду?» «Я говорю о том, что больше некому наполнить его сердце и руки. Но что я могу сделать?» «Я не могу сказать тебе, моя Софи. Ты должна выяснить это сама». А затем, через несколько часов, Райли вернулись с озера. Софи вспомнила, как ее сердце заколотилось при звуке открывающейся двери гаража. Она бросилась вниз по лестнице, чтобы поздороваться, обнимая детей и успокаивая себя, а затем, наконец, позволив себе взглянуть на Алика Райли. Конечно, не было никакого способа узнать, что он увидел, но теперь Софи поняла, что она, должно быть, подала ему какой-то сигнал, потому что его поведение по отношению к ней изменилось сразу после этого. «Все это время», – удивлялась Софи. «Все это время он питал ко мне интерес и ничего не говорил. И как долго?» «Я не знаю. Я думаю, он врастал в мое сердце несколько недель, но моя операция была в марте». «У вас точно все хорошо, Софи?» Снова спросила Глэдис, и Софи вернулась к реальности, обнаружив, что она уже припарковалась перед домом Кентов. «Думаю, да, Глэдис». Брэд сказал, что Алик был не рад, увидев его в моей палате в больнице, а я просто...» Софи умолкла. «Вы просто не знали, что он так дано питает к вам интерес?» «Вы знали, Глэдис?» Внезапно поняла она и повернулась, чтобы взглянуть на пожилую женщину. «Да, дорогая, я могу рассказать». Софи снова посмотрела вперед. «Он должно быть влюблен в меня». Ее голос звучал очень тихо. «Я не видела этого, но это, скорее всего, правда. Иногда он говорил, что ему хочется поторопить события, и вот, что он имел в виду». Глэдис не знала, что сказать. Она могла бы рассказать Софи, что чувствует Алик, но не имела на это права. Вместо этого она задала вопрос. «Сила его чувств пугает вас, Софи, или радует?» Софи снова повернулась и посмотрела на нее. «Думаю, и то, и другое. В глубине души я хочу быть с Аликом долгие годы, но я не спрашивала себя, действительно ли он тот мужчина, за которого я хочу выйти замуж. У меня романтические мечты, которые я говорю «да», но я не сталкивалась со всеми фактами». «Но это то, что вы сейчас делаете, не так ли, дорогая?» «Я имею в виду, что вы встречаетесь с ним, и в этом весь смысл – познакомиться друг с другом». Глаза Софи стали огромными. «Я не была ни права или глупа. Я делаю то, что должна». Глэдис захотелось рассмеяться. Софи говорила с ней, но на самом деле она разговаривала сама с собой. «Вы можете поговорить об этом с Аликом, Софи?» «Я не знаю», – честно ответила она. «Как я скажу? Я только что узнала, что ты любишь меня, и я думаю, что я, возможно, тоже тебя люблю, но мне нужно больше времени». Она беспомощно пожала плечами. «Я покраснею, Глэдис. Я знаю, что так и будет». «Разве это конец света?» «Да», – коротко ответила Софи, и они обменялись улыбками. «Проведите сегодня некоторое время, исследуя свое сердце и молясь. Бог не оставит вас плыть по течению. Он покажет вам выход». Думая о том, какая же хорошая Глэдис подруга, Софи поблагодарила ее и вышла из машины. Она пригласила Глэдис на обед, но узнала, что у нее уже есть планы. Но на самом деле, войдя в дом, сняв туфли и приступив к обеду, Софи была рада тому, что сможет провести какое-то время в одиночестве. Бог поместил ее в жизнь Алика. Софи знала это точно. Она также знала, что по этой причине у него есть определенная цель. Внезапно ее день стал намного ярче. Я беспокоилась и была расстроена, Господи. Но ты знал это все время. Ты знаешь сердце Алика и знаешь мое. Помоги нам быть в согласии не друг с другом, а с тобой. А все остальное приложится. Софи не в последний раз молилась этими словами. Она делала это часто, когда страх или беспокойство переполняли ее сердце. Но Божий мир был ее выбором. Она написала письмо бабушке, а затем пошла кататься на роликах. Было бы гораздо веселее заняться этим историей Крейгом, но это было лучше, чем просто прогулка. Ей нужно было немного поупражняться. Возвращаясь домой, она увидела миссис Кент. Они поговорили несколько минут, и Софи впервые смогла рассказать миссис Кент, что она молилась за исцеление ее лодыжки. Сначала это ввергло пожилую женщину в шок, который сменился удивлением, а затем и удовольствием. Она поблагодарила Софи со слезами на глазах, и Софи ушла, прославляя Бога за то, что семя посажено. Когда она подошла к двери, то обнаружила книгу о замужестве, о которой говорил Алик. Софи огорчилась, что упустила его, но порадовалась книге. Алик также оставил записку, прося ее прочитать первую главу, чтобы они могли обсудить ее за ужином в пятницу. Даже не снимая ролики, Софи села за кухонный стол и открыла книгу. С карандашом в быке она изучила введение и первую главу. Затем она прочитала дискуссионные вопросы сзади и снова перечитала первую главу. Когда она, наконец, отложила книгу, оказалось, что ее шея затекла, а лодыжки ноют от роликов. Но она едва могла дождаться вечера в пятницу. «Я должна тебе кое в чем признаться», – тихо сказала Софи, как только они устроились в ресторане в пятницу вечером. Выражение лица Алика было открытым, хотя его дама выглядела довольно серьезно. «Я прочитала первую главу». Алик широко улыбнулся. «Я тоже». Софи тихонько засмеялась. Она так нервничала. «Это такая хорошая книга, такая практичная и с юмором. Я не могла остановиться». «Я тоже». «На каждой странице я нашел что-нибудь, что хотел бы обсудить с тобой». «Я тоже. Как замечательно было бы, если бы мы могли читать вместе». Алик очень нежно улыбнулся ей в ответ. Софи заказала тур по Италии, как и тогда, когда была здесь с Брэдом Маршалом. Хотя в данный момент она даже и не вспомнила о нем. Алик заказал лазанью. Оба были в настроении говорить. В течение последующих 90 минут они перебивали друг друга, спеша рассказать все, что было у них на уме всю неделю. Снова и снова смеясь над тем, как часто они говорят почти одно и то же. Книга поднимала очень много тем для обсуждения, но главной темой был брак с некоторым обсуждением того примера семьи, который они наблюдали в детстве. Они прочитали, что должны быть совместны не только физически и умственно, но и духовно. Теперь самое время. Одна из глав книги гласила, что не первый год брака является тем временем, когда надо узнавать друг друга. Ничто не должно быть под запретом. Необходимо обсудить прошлое, будущее, мечты, цели, проблемы с грехом. Все. Необходимо, чтобы все это было раскрыто во время ухаживания. Книга рекомендовала, чтобы поверхностное было удалено и чтобы на сцену вышли реальные люди. Легко надеть маску на вечер, но какой ваш потенциальный супруг наедине? В какой-то момент Алекс сделал очень честное признание. «На самом деле я боролся с ревностью», сказал он Софи. «Мы с Ванессой были женаты около семи лет, когда пошли на встречу выпускников. Там был ее старый друг. Я был невероятно ревнив. Она не давала никаких поводов для ревности, и ее действия были правильными во всех отношениях, но я был вне себя. Я думал, что все это закончилось, но потом, в воскресенье...» Он замолчал, и Софи подалась вперед. «Что случилось в воскресенье?» «Я видел, как ты разговаривала с Брэдом Маршалом», признался он. «Я почти ничего не услышал из проповеди, так как был до смерти обеспокоен тем, что ты собираешься принять его приглашение на свидание». Сердце Софи екнуло. Его слова сказали ей намного больше, чем он выразил вслух. Он испытывал к ней чувства, как к своей жене, женщине, которая принесла ему клятву верности. Софи понятия не имела, что именно об этом хотел поговорить с ней Алик. Он хотел, чтобы она сказала ему, что она полностью предана их отношениям, что у него нет причины для беспокойства. Вместо этого она ошеломила его. «Разве не удивительно, что ревность – это грех?» Алик только уставился на нее, но Софи не заметила его выражения. «Ты мог бы сказать, – продолжала она, – что у тебя рак, и я знаю, что не лечится. Но грех – это хорошая новость, так как от него есть лекарство, благодаря тому, что сделал Христос на кресте. Я могу сказать тебе, что нет необходимости ревновать, потому что я забочусь о тебе и никогда не изменю. Но это всего лишь небольшой бинт и ликопластырь на ране. Во Христе ты можешь быть исцелен от греха ревности». Алик изумленно смотрел на нее. Он никогда не встречал такой, как она. «Я никогда не думал об этом раньше, Софи. Ты, безусловно, права. Я имею в виду, ничто другое не имеет смысла. Но я просто никогда...» Он остановился, но Софи не поняла, как сильно его потрясли ее слова. Она только мягко улыбнулась и выпила глоток кофе, когда подошел официант. «Я буду молиться за тебя, Алик. Если я могу что-то сделать, скажи, пожалуйста». «Ты уже достаточно сделала». Затем разговор плавно перешел к детям. Тори и Крейг отправятся в школу в понедельник, а Рита – в среду. И они испытывали смешанные чувства по этому поводу. Они рады тому, что увидят друзей, но лето прошло слишком быстро. «И что, ты затеешь что-то особенное на эти выходные?» – хотела сказать Софи. «Ну, я не знаю. Крейг всегда хочет в Делс. Но девочки устали от этого, и поскольку все они сегодня с друзьями, думаю, они захотят покоя». Софи очень скептично глянула на него в ответ на эти слова, и Алик пожал плечами. То, что он ошибся, стало понятно, когда на следующее утро Тори и Крейг появились в его комнате сразу после 7 утра. Они с Софи разговаривали до полуночи, поэтому он был не в восторге от их прихода. «Сегодня мы хотим заняться чем-нибудь веселым, папа», – начала Тори. «Школа начинается в понедельник, так что это наш последний шанс». «Ты говоришь так, будто жизнь закончилась», – пробормотал Алик, но они были непоколебимы. «Вставай, папа», – наставил Крейг. «Можно мне еще часик поспать?» – спросил он, и услышал их вздох. «Ладно», – согласился Крейг. «Ты встанешь сам, или нам нужно вернуться?» «Тебе лучше вернуться», – пробормотал он, прежде чем снова отключиться. Они оставили его еще на час, и к тому времени, когда они вернулись, он был готов встать. Рита тоже только проснулась, так что завтрак они провели, пытаясь договориться о том, что будут делать. Когда было решено, что они будут играть в мини-гольф, Алик сказал, что позвонит Софи. «Софи обязательно приходить?» – спросила Тори. Остальные члены Севи удивленно уставились на нее. «Почему ты хочешь, чтобы она была с нами?» – спросила Рита, прежде чем Алик смог собраться с мыслями. «Просто она все время рядом», – заныла младшая Райли. «Ну, привыкай, Тори», – рассмеялся на ней Крейг, «потому что папа женится на этой женщине». У Тори отвисла челюсть. Она потеряла дар речи и уставилась на отца. Алик не знал, что ответить. Маленькая девочка восприняла это как хороший знак. «Нет, Крейг», – громко сказала она, – «просто замолчи». Алик все еще молчал. Из трех его детей он думал, с Тори будет меньше всего проблем из-за его отношений с Софи. «Ты действительно не хочешь, чтобы мы позвали ее Тори?» Алик наконец пришел в себя. Тори испуганно вскрикнула, но сказала, – не в этот раз. Алик, обиженный и смущенный, отвернулся. Реакция его родственников со стороны умершей супруги на то, что у него отношение с Софи, когда он рассказал им все было положительной, и Рита с Крейгом знали об этом, но Тори… Алик понятия не имел, что делать. Тема была снята, и семья провела день отлично, но Рита не могла понять эту сцену. Вечером она проскликнула в комнату Тори и села на кровать. «Привет, Тори!» – начала она. «Что произошло между тобой и Софи?» «Ничего, Рита, я просто подумала, что мы могли бы сделать что-то сами по себе сегодня». Рита посмотрела на нее. Она не расстроилась, но ничего не понимала. «Я думала, что тебе нравится, Софи?» «Да, Рита, но я не хочу, чтобы она выходила за отца. Я имею в виду, где она будет спать?» «С папой, Тори. Так поступают женатые люди». «Она не может!» «Рита, а как же мама?» Рита вздохнула. Этот разговор был слишком странным. «Тори, ты прекрасно знаешь, что мама не вернется». «Это не имеет значения, Рита!» «Что подумает мама, когда спустится с небес, увидит папу с Софи? Ты же знаешь, что ей будет больно. Он просто не может этого сделать!» «Тори», – произнесла Рита терпеливо. «Ты не можешь ожидать, что папа останется один навсегда. Я уверена, что мы все трое выйдем замуж, поженимся. Почему у отца никогда никого не должно быть?» Тори нахмурилась. Слава Риты заставили ее чувствовать себя виноватой, но она этого не признавала. «Я не хочу другую маму», – упрямо сказала Тори. «Она не станет твоей новой мамой. Она будет твоей подругой, как и раньше, и женой папы. Что в этом плохого?» «Почему нельзя оставить все так, как есть? Скажи мне, Рита!» Тогда Рита поняла, что настало время закончить разговор. Она встала и пожелала спокойной ночи своей сестре. Тори пожелала ей то же самое с самодовольным видом. Рита не ответила ей, поэтому Тори решила, что она права. Все должно оставаться так, как есть. И каждый, кто хочет чего-то другого, просто эгоист. Тори заснула, но это была беспокойная и ужасная ночь. Тем не менее, она отказалась даже думать о том, что ее отношение может играть важную роль. Тори вернулась домой после своего четвертого дня в школе, очень уставшая и в плохом настроении. Неделя, посвященная празднику День Труда, начнется послезавтра. И у всех ее друзей были планы. Тори была очень расстроена из-за этого и никому не рассказывала об этом. Крейг сказал ей держать свое плохое настроение при себе, но она только показала язык ему в ответ, когда он не смотрел на нее. Рита решила, что лучше проигнорировать ситуацию. К сожалению, никто ничего не говорил о Софи. Она не знала о чувствах Тори относительно ее отношений с Аликом, тогда бы она могла быть более осторожной. Она знала, что Тори всю неделю была в плохом настроении, но думала, что это всего лишь усталость из-за начала нового учебного года. Когда дети пришли домой, старшие дети разошлись в разных направлениях. Но Тори осталась на кухне. То, чего она не делала всю неделю. Она забралась в кладовку, так как ей не понравилось печенье, которое испекла Софи. И когда она не нашла ничего интересного, захлопнула дверь довольно сильным ударом. «Ты что-то ищешь, Тори?» Мягко спросила Софи. «Нет». Совершенно не в духе, одиннадцатилетняя девочка беспокойно ходила туда-сюда, и Софи решила отвлечь ее. «Тори, я читала сегодня очень интересную книгу. Жаль, что тебя здесь не было. А мой папа знает, что вы читаете разные книги вместо того, чтобы работать». Если бы Тори похлопала ее по плечу, Софи не была бы так удивлена. Софи беспомощно сжала руки, и Тори в гневе отвернулась от нее. Она искала ссоры, но Софи не стала реагировать на ее слова. «Я собираюсь сделать торт», – объявила девочка, и плечи Софи опустились. «Это не очень хорошая идея, Тори. Я сделала уже один сегодня. Почему бы тебе не подождать несколько дней? Какой вы сделали?» «Шоколадный». «Я устала от шоколада. Я собираюсь сделать лимонный торт». «Ну, Тори», – настаивала Софи, – «это будет слишком много». «Мы сможем все съесть». Она начала вытаскивать миски, и Софи поняла, что ей нужно быть твердой и настоять на своем. «Нет, Тори, я не хочу, чтобы ты это делала». «Что вы сказали?» Маленькая девочка повернулась к ней и теперь держала руки на талии. «Сегодня ты не сможешь сделать торт, Тори. Может быть, позже». Голос Софи был нежным, но твердым. «Вы говорите мне нет?» Софи кивнула, спрашивая себя, что пошло не так. «Вы не моя мама», – выкрикнула Тори, и Софи была так же обижена, как и удивлена. «Я знаю об этом, Тори, но я все же думаю, что лучше не делать этого». «Вы не можете указывать мне, что делать», – настаивала Тори на своем и потянулась, чтобы включить духовку. «Ты не сделаешь этого, Тори». Голос Софи был ровным, но внутри она дрожала. «Вы не моя мама», – настаивала она. «Я понимаю», – прошептала Софи. «Но я твой друг, и я надеюсь, ты меня послушаешься». Голос и лицо Софи были слишком дороги для Тори. Слезы гнева по поводу того, что все не так, как ей хотелось бы, наполнили глаза девочки, и она выбежала из кухни. Софи долгое время стояла и дрожала, прежде чем медленно подошла к выходу и поднялась по лестнице. Она тихо постучала в дверь Тори. «Тори, можно войти?» Ответа не было, поэтому Софи просто открыла дверь. «Я не говорила, что вы можете войти», – прозвучал слезливый голос Тори. «Мы можем поговорить, Тори?» «Нет». Софи поколебалась на мгновение, а затем закрыла дверь. Она отправилась на кухню и, найдя листок бумаги, написала Рите записку о том, что нужно сделать, чтобы закончить ужин, а затем собрала все свои вещи. На полпути домой она спросила себя, бежит ли она, но знала, что это не так. Ей очень хотелось, чтобы это был не четверг. У нее было ощущение, что им с Тори надо побыть какое-то время вдали друг от друга. А значит, завтра ей надо будет управиться со своей работой и уйти как можно быстрее. Тори хотела, чтобы Софи была подальше от нее. Это было ясно видно. И Софи не была человеком, который будет навязываться там, где ее присутствие нежелательно. Тори ясно выразила свои чувства. По какой-то причине она не хотела иметь с ней ничего общего. Это вызвало слезы на глазах. Она сказала себе, что не будет плакать, пока не вернется домой. И она почти сделала это. Она едва могла видеть ключ, но, наконец, она была внутри, где единственное, что могло увидеть ее слезы – мягкая подушка на диване. В пятницу Алик вернулся с работы рано, но не застал Софи. Не было никакого объяснения тому, почему ее не было накануне, ни от детей, ни из ее записки Рити об ужине. К тому времени, когда Алик имел возможность позвонить, ей было уже слишком поздно. Тори весь вечер цеплялась к нему. Алик, который почти забыл утреннюю сцену Тори в субботу, обнаружил, что хочет, чтобы Софи была рядом ради нее. Было ясно, что девочке это нужно больше всего. И вот теперь она снова ушла, оставив Рити только записку о том, что ей делать с ужином. И Алик вдруг заметил конверт со своим именем. Он открыл его, достал записку и медленно прочитал. Алик, прости, что не дождалась тебя с работы. Я знаю, что это должно было когда-нибудь произойти, но мне нужно немного отдохнуть. Я работала вчера и сегодня, но в понедельник праздник я решила взять отгул и на остальную часть недели. Я знаю, что тебя расстроит, когда я скажу тебе, что не могу объяснить почему, по крайней мере сейчас. Если из-за этого вы окажетесь в невозможном положении, я могла бы приходить на несколько часов каждое утро. Я хотела бы увидеть тебя, Алик, но думаю, будет лучше, если мы не будем этого делать. Я позвоню тебе на следующей неделе, восьмого или девятого, чтобы узнать, как дети. Поговорив с тобой, а также увидев, как пройдет моя собственная неделя, я смогу решить, возвращаться мне или нет. Я понимаю, это неожиданно, но я не знаю, что еще делать. Также я уверен, у тебя будет соблазн позвонить мне, но я прошу тебя передумать. Мне нужно время, Алик. Софи. Алик перечитывал письмо снова и снова. Он пытался смотреть между строк, но провалился. Если только... Алик перечитал часть по поводу детей. Он вернулся назад на неделю, начиная с прошлой субботы и до настоящего времени. В этот момент он решил ничего не говорить детям о письме Софи. Она, конечно, была права. Он действительно хотел пойти прямо к телефону, но сумел остановить себя. Было тяжело, но он держал себя под контролем. Он не упоминал имени Софи, пока на столе не появился десерт. Сегодня вечером Софи снова нет. Алик понял, что смотрит на Тори, поэтому перевел взгляд на Риту. Ему пришлось заставить себя взглянуть на Крейга, а не снова на Тори, которая побледнела. А она сказала, почему? Нет, ответила ему Рита. Ее не было, когда мы вернулись. Я пытался позвонить ей, сказал Крейг, чтобы спросить, знает ли она, где мои наколенники, но она не ответила. Алик кивнул. Как насчет тебя, Тори? Его голос был спокойным настолько, насколько он мог справиться с собой. Софи тебе что-нибудь говорила? Рот маленькой девочки остался закрытым, и она быстро покачала головой. «Что с тобой, Тори?» – спросила Рита, нахмурившись. «Ты выглядишь так, будто проглотила смешинку». Глаза Тори выстрелили в сестру, а затем она опустила взгляд в тарелку. К этому времени все за столом наблюдали за ней. «Ты что-то хочешь нам сказать, Тори?» Голос Алика был смесью приглашения и ободрения. «Нет», – прошептала она. «Ты уверена?» И снова Тори только кивнула. Ее глаза казались испуганными, но все же защищающимися. «Собираешься позвонить Софи, папа?» – спросил Крейг. Алик покачал головой. «Она оставила мне записку о том, что собирается уехать на следующей неделе». «Если она оставила тебе записку, – сказала Тори, – почему ты спросил нас о ней?» «Потому что она не говорит, почему не ужинает с нами». «Может, у нее свидание?» – тихо, но упрямо сказала Тори. И снова все взгляды обратились на нее. «Тори», – начал Крейг. Но Алик остановил его. «Давайте убирать со стола». Все охотно, но в абсолютном молчании встали. Работа была выполнена быстро, и когда все начали расходиться, Алик перехватил Тори. Он обнял ее, а затем закинул на плечо и унес в гостиную. Он присел в большое кресло с Тори на коленях и спросил. «Что случилось, Тори?» Несколько минут она не смотрела на него. Алик не давил, но горячо молясь, терпеливо ждал, когда она заговорит. «Я не хочу, чтобы что-то менялось», – наконец призналась она. «Менялось что?» «Я не знаю. Я просто не хочу, чтобы ты женился на ком-то, и я хочу, чтобы София осталась здесь и заботилась о нас. Почему это не может быть так?» «Я понимаю, что ты чувствуешь, Тори. Но я хочу, чтобы ты подумала о том, как это эгоистично». «Я не эгоистка», – запротестовала Тори. «Я думаю, это ты такой». «Почему я эгоист?» «Потому что ты хочешь, чтобы все изменилось, когда все хорошо, как есть». Алик вздохнул. «С ней легко было бы спорить, но это ничего бы не дало». «Почему бы нам не поговорить на следующей неделе в это же время? Хорошо, Тори?» Она ждала лекции, поэтому нахмурилась. «Почему на следующей неделе?» – спросила она. «Потому что тогда у нас будет неделя без Софи. Если ты не хочешь, чтобы я виделся с Софи, я не буду. Но я хочу, чтобы ты подумала об этом в течение этой недели». «Ты хочешь сказать, – удивилась Тори, – «если я попрошу тебя не жениться на Софи, то ты не будешь?» «Верно, Тори», – мягко сказал он, – «ты так много значишь для меня». Он видел, что шокировал ее. Она начала говорить что-то, но потом только покачала головой и положила ее ему на грудь. «Ты знаешь, Тори, насколько сильно я люблю тебя?» «Я вижу лицо моей сестры, когда смотрю на тебя, и мое сердце всегда замирает от любви. Я всем сердцем верю, что Софи должна быть частью нашей семьи, но я не буду торопить тебя. Пожалуйста, Господи, помоги мне справиться с этим. «Превыше всего я хочу ходить с твоим благословением. Я буду держаться подальше, – как попросила Софи, – но я прошу тебя показать мне твое время». «Я люблю тебя, папа», – внезапно сказала Тори, и Алик обнял ее. «Я люблю тебя, Тори, и всегда буду любить». Они снова обнялись, и Алик опять молился о силе. Он точно знал, что это будет трудная неделя. Софи стала частью его. Неужели он упустил нужды своих детей из-за нее? Он так не думал, но он просто должен был быть здесь для Тори прямо сейчас. «Пожалуйста, Господи!» – он молился в последний раз. «Пожалуйста, пусть Тори скучает по Софи так, как я уже скучаю. Пожалуйста, дай ей тоску, которая смягчит ее сердце». «Ну, Тори!» – радостно сказала Софи в воскресенье утром. «Как дела?» «Все хорошо», – ответила девочка, выглядя неловко и жалея, что не воспользовалась другим туалетом. Она очень хорошо помнила, что сказала Софи, и все еще стыдилась. «Вы запланировали что-нибудь веселое на день труда?» «Кажется, нет», – ответила она, испытывая неловкость. На мгновение они замолчали. «Хорошо, мне пора на воскресную группу». Софи заметила дискомфорт девочки и поняла, что нужно ее отпустить. «Пока, Тори!» «До свидания!» Софи ускользнула, но Тори остановилась. На мгновение она забыла, что хотела в туалет, и ей тоже нужно в воскресную школу. Она скучала по Софи. Она скачала по ней так сильно. Но она все еще знала, что если ее отец женится на Софи, она будет чувствовать себя так, словно предала маму. Слезы навернулись на глаза Тори при этой мысли. И она вытерла их. Затем она бросилась в класс, чтобы не опоздать. Это не было началом Великого дня или замечательной недели. Рита отказалась подвезти кого-нибудь домой. Она приехала в христианскую школу Миддлтона, забрала Крейга и Тори, а затем отправилась прямо в Вудмен. Ни ее брат, ни сестра не захотели идти в бокалейную лавку, поэтому сидели в машине. Рита не слишком обрадовалась этому, но она уже была внутри и делала покупки по списку. Тори рассердилась на Крейга за то, как он обращался с ней накануне, когда она попросила его почитать вместе с ней книгу. А атмосфера внутри машины была явно прохладной. Все были так заняты. Тори думала, что день труда – это день, когда нужно бегать и играть, но ее отец работал в доме и во дворе допоздна. А Крейг и Рита занимались своими делами. Тори никак не могла успокоиться. Она знала, как Рита ответит на ее вопрос, поэтому ей пришлось спросить Крейга, преди чем вернется сестра. «Крейг, ты хочешь, чтобы папа женился на Софи?» Крейг посмотрел на нее. «Я не сразу согласился», – признался он. «Но сейчас я согласен». «Почему?» Крейг пожал плечами. «Мне очень нравится Софии, и я не вынесу даже мысли о том, что папа будет жить один». «Но у него есть мы, Крейг». «Прямо сейчас?» «Да. Это может показаться тебе долгим временем, Тори, но это не так. Через 10 лет мы все уйдем. Даже ты будешь в колледже или выйдешь замуж». Рита старше и уже поступает в колледж. Через 10 лет папа останется один. Ему нужна София, и он нужен ей. Он не выглядел сердитым и не винил ее. Но Тори смотрела в окно испуганными глазами. Она чувствовала себя так, будто ее предали. Это именно то, что сказала и Рита. А она почему-то считала, что Крейг будет на ее стороне. На мгновение она попыталась представить отца. Это было легко, потому что она всегда видела себя с ним. Но сейчас, представив его, она внезапно вынуждена была оттолкнуть мысли прочь, осознав, какую боль она причинила ему. Она едва успела опомниться до того, как Рита вернулась. Желая как можно раньше оказаться дома, Крейг выпрыгнул из машины, чтобы помочь загрузить продукты. Но Тори осталась на месте, где тихо просидела всю дорогу. У Софи неделя прошла довольно спокойно. Она провела какое-то время с Кентами, но в целом была одна. Были времена в ее жизни, когда она могла бы сказать, что она одна, но не одинока. На этой неделе она познала настоящее одиночество. Она скучала по Алику и детям больше, чем могла вынести. Она знала, что ее решение провести неделю без Райли было хорошим и правильным, но это было непросто. В четвергу она была готова сдаться. Всю неделю у Тори было тяжело на сердце, а в четверг она была особенно напряжена. Софи провела большую часть дня, молясь за нее. Она не знала почему, но девочка была у нее в мыслях постоянно. Если бы Софи могла увидеть происходящее за ужином в тот вечер, она бы немедленно подошла к ней. Как бы то ни было, Тори чувствовала себя одинокой и несчастной, и практически весь ужин просто проковырялась в еде. Алик не стал комментировать, но молился, чтобы его дочь пришла к нему. Было заманчиво надавить на нее, тем более она выглядела не очень хорошо, но он только ел, молился и думал, что делать дальше. Трапеза закончилась, прежде чем он смог принять твердое и однозначное решение о том, что он останется рядом с Тори этой ночью. Он не должен волноваться. Она следовала за ним по пятам с утра и до ужина. Он попытался вовлечь ее в разговор, но ее односложные ответы не воодушевляли его. Однако он старался держать выражение лица открытым и к тому времени, когда Алик сказал Тори, приготовиться ко сну, это принесло свои плоды. Пап, мы можем поговорить? Конечно, Тори. Алик отвлекся от своего занятия и повернулся к ней. Она несколько раз нервно облизнула губы, но потребовалось некоторое время, чтобы она заговорила. И Крейг, и Рита сказали мне, что мы все когда-нибудь уйдем, но я им не поверила. Алик кивнул, но Тори не продолжила. «И как ты себя чувствуешь теперь?» Слезы наполнили ее глаза. «Сегодня моя учительница сказала то, чего мне никто никогда не говорил. Она сказала, «Тори, ты станешь великим учителем, потому что ты так хорошо объясняешь. И вот я думала об этом все утро. Я имею в виду, я мечтала о том, как здорово было бы иметь свой собственный класс, а потом вспомнила о тебе». Она заплакала, но продолжила. «И Крейг, и Рита сказали, что через 10 лет нас не будет. Мы будем в колледже, или замужем, или женаты. И я не верила им, потому что решила, что навсегда буду здесь с тобой. Но вот я представила, я учу класс, все называют меня мисс Райли, пишут мелом на доске и...» Теперь она чуть не задохнулась от слез, и Алик пересадил ее на диван рядом с собой. Он прижал ее к себе, и Тори всхлипнула. Рита проскользнула в гостиную, положила на стол коробку с салфетками и снова ушла. Тори не видела ее, но Алик выхватил одну салфетку из коробки и вложил ее в руки Тори. Рита сказала, что я эгоистка, но я ей не поверила. А теперь Софи всю неделю была одна, и я не могу с ней поговорить. Рита не делает то, что делает Софи, и Крейга оставляет больше беспорядка на кухне и в ванной, когда Софи нет рядом. «Значит, ты хочешь, чтобы Софи вернулась к уборке?» Тори повернула голову, чтобы посмотреть на отца. «Нет, я хочу, чтобы она вернулась, потому что я скучаю по ней так, как скучаю по маме. Я ничего не могу сделать для мамы, но если бы я могла извиниться перед Софи, она могла бы вернуться». Алик очень хотел спросить, за что ей нужно извиниться, но заставил себя не делать этого. «А как насчет Софи и меня, Тори? Как ты к этому относишься?» Она еще немного поплакала. «Я все еще думаю, что маме будет больно, но я не хочу, чтобы ты был один». «Что ты имеешь в виду, Тори?» И она рассказала. Тори сказала отцу, что она считает, что мама может их увидеть, и ей будет больно из-за этого. Но Алик получил шанс очень мягко заверить ее, что этого не произойдет. Он сказал ей, что Ванесса очень занята тем, что воздает хвалу и служит Богу, и что как никогда раньше она понимает, что Бог контролирует все вокруг. «Так что, Тори, закончил он твоя мама, там не для того, чтобы делать работу Бога. Бог поместил Софи в нашу жизнь с определенной целью, и если Бог обсудит это с вашей мамой, Он скажет ей, что Софи любит нас и заботится о нас. Но главное, Бог сможет уверить вашу маму, что Софи любит его и хочет служить ему всем своим сердцем». «Твоей маме никогда не будет больно, и она не будет возражать». Тори нужно было поплакать еще немного, но это были слезы облегчения. Она спросила себя, почему она раньше не разговаривала с отцом. Он объяснил ей все так ясно, и впервые за много недель маленькое сердечко Тори обрело мир. «Я хочу поговорить с ней, пап. Я хочу поговорить с Софи. Я знаю, Тори, но я скажу тебе, что нам нужно делать. Нам придется подождать до субботы. Софи попросила какое-то время, и как это не трудно, я хочу дать ей его. Субботу утром я пойду к Софи и приведу ее сюда. Как тебе этот план? Хорошо, согласилась Тори, потянувшись за еще одной салфеткой. У меня болит голова. Уверен, так и есть. Давай, пойдем наверх. Они поднялись по лестнице, обнаружив Риту в комнате Тори. Рита очень нежно обнялась сестру и заплакала. В дверях появился Крейг, и когда Тори посмотрела на него, спросил. «Ты в порядке, Тори?» «Да». Но она снова заплакала, увидев слезы Крейга. Это была трудная неделя для всех. Алик обнимал Крейга, когда Рита спросила, «Софи вернется?» «Я собираюсь повидаться с ней в субботу», объяснил Алик. «Если ее неделя была похожа на нашу, думаю, она вернется». Затем Алик напомнил всем, что утром им в школу, так что к этому времени им всем давно пора спать. Это было единственное, о чем он хотел, чтобы они волновались сейчас. Через полчаса в доме было темно и очень тихо. Алик пошел в свою спальню, присел на стул у окна и начал молиться. Он прославил Бога за новое начало, но также смиренно попросил помочь мудро использовать его. К тому времени, как он забрался в постель, он знал, что двигаться ему придется осторожно. Он определенно хотел ухаживать за Софи, но проблема с Тори застала его врасплох. Он понял, что ему придется быть более доступным, чем когда-либо прежде, если он собирается удовлетворить потребности каждого. Эта мысль вызвала панику, но Бог мягко напомнил ему, что он даст ему силы. С этой мыслью Алик провалился в сон. Субтитры создавал DimaTorzok